Днем собирали мебель, а по ночам бомбу. В Зубчининовке задержали двух предполагаемых пособников ИГИЛ. Оружие в законе. Как и где должны храниться пистолеты и винтовки? Мороз крепчал. В Самаре зафиксирована самая холодная ночь за последние 40 лет. Праздник в каждый дом. В Самаре начали работу елочные базары. Крым идет к нам. Почему автомобилистам стали выдавать госномера 82-го региона? МВД России обнародовал видео задержания пятерых обвиняемых в нападении на руководителя полиции отрадного Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину. Напомним, всех подозреваемых задержали одновременно. Двоих на территории области, троих в Самаре. Это жители Куйбышевского и Кировского районов. По версии следствия, злоумышленники выследили супругов Вашуркиных, а потом напали на них в их собственном доме в Смышляевке. В результате налета жена полицейского погибла. Злоумышленники, встретив потерпевших в магазине, осуществили за ними наблюдение с целью завладения их имуществом. После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, которые принадлежали потерпевшим и скрылись. В настоящее время врачи оценивают состояние раненого полицейского как стабильно тяжелое. В Зубчининовке задержали двоих подозреваемых в пособничестве Международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. По информации ФСБ, молодые люди – выходцы из республик Средней Азии. В ходе оперативно-боевых мероприятий у них дома изъяли самодельные взрывчатые устройства мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, содержанном 24 и 21 год. Работали в коммерческих фирмах в Кировском районе Самары и оказывали содействие землякам в легализации в России. Предполагается, что один из мигрантов завербовал их в ИГИЛ. По его инструкции, подозреваемые изготовили взрывчатое вещество. Сейчас их проверяют на причастность к участию в боевых действиях в Сирии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ровные прямоугольные ямы появились на разделительной полосе Южного шоссе. НЛО здесь ни при чем. Это дело рук бизнесменов, у которых явно не все в порядке с совестью и с законом. Ямы предназначались для установки рекламных счетов. Действия предпринимателей абсолютно нелегальны, а кроме того нарушают ландшафт. Дело в том, что в этом месте осенью разбили огромные клумбы и сад, целостность которых теперь варварски нарушена. Валерия Макаровых разбиралась в ситуации. Несколько месяцев назад эта неприметная разделительная полоса на Южном шоссе превратилась в цветущую клумбу. Но, к сожалению, в скором времени ее постигла первая неудача. Неизвестные выкопали несколько декоративных туй на этой клумбе. И вот теперь, да после того, как уже лег снег, снова несчастье, но уже от новых вандалов. Недобросовестные предприниматели хотят вернуть сюда незаконные рекламные щиты. И уже начали подготавливать почву. В нашу редакцию попали фотографии, на которых рабочие готовятся к установке щитов. Посреди бела дня машина выгрузила первый фундамент для незаконных рекламных конструкций. Их на Южном шоссе убрали еще летом. Тогда щиты полностью разобрали, отправили на металлолом и сразу начали приводить территорию в порядок. Специально для этого участка разработали дизайн-проект. Высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Они заливают бетоном. Сюда поставят стол и щит попадет как раз на эти вот ятина. Рабочие не сильно озаботились выбором места для щита. Землю выкапывали вместе с кустарниками и семенами газонной травы. Агроном Мария Кушаева сокрушается. После всех неприятностей с кражей растений теперь новое бедствие. Мне очень хотелось, чтобы быстрее выпал снег, чтобы растения ушли в спячку, чтобы это все как следует перезимовало. И вот совершать вот такое вот кощунство. Здесь вот прекрасная композиция у нас из ясени, подбитыми дёрны белыми. И поставить и выкопать прямо недалеко от растений. Нарушили не только геометрию клумб и целостность почвы, но и систему автоматического полива. А значит весной вместо того, чтобы сразу включить полив, сначала придется восстанавливать трубы. Конечно, мы обратимся в полицию, но опять же, нам всем вместе нужно беречь то, что мы создаем своими руками на благо жителей. Потому что такую красоту портить нельзя. Тем более, данное сооружение незаконно с самого начала. Обо всех незаконных действиях в этом месте горожан просят сообщать в предприятие «Самара водоканал». На его средства и привели в порядок разделительную полосу на Южном шоссе. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Почти три тысячи охотничьих ружей и пистолетов в этом году изъяли у жителей Самарского региона. В основном за неправильное хранение. К владельцам гражданского оружия сотрудники управления Росгвардии регулярно приходят с проверкой. Даже если с ружьем сто лет назад ходили на охоту немецкие дворяне, и оно больше никогда не выстрелят, храниться оно должно в полном соответствии с законом. Как и где, расскажет Алина Чемерес. В этом сейфе настоящая история. Самое старшее ружье относится ко второй половине 19 века. По закону я могу находиться рядом с открытым сейфом только в присутствии владельца оружия. И неважно, стреляют из этих ружей или нет, храниться оно должно по правилам. Коллекция старинных ружей досталась Евгению от отца, заядлого охотника. Здесь экземпляры немецкие, русские, французские, бельгийские. Их почти два десятка. На звери с этим оружием давно никто не ходит, говорит Евгений. Оно рассчитано на дымный порох. Современные патроны его только испортят. За своим сокровищем мужчина тщательно ухаживает. И главное, правильно его хранит. Где лежит ключ от сейфа, знает только он один. Сейф всегда заперт на ключ, без вариантов. Дома всегда кто-нибудь находится. Если в силу определенных обстоятельств дома никого нет, хотя это крайне редко бывает, стоит сигнализация. Если что-нибудь случается, то сюда приезжает очень оперативно наряд из управления вне ведомственной охраны. Всего в регионе около 85 тысяч владельцев гражданского оружия. На хранение у них почти 150 тысяч травматических и спортивных пистолетов, охотничьих ружей. Сотрудники управления Росгвардии приходят к ним с проверкой минимум раз в год. По правилам оружие должно храниться в металлическом шкафу в разряженном виде. Доступ обязательно только у владельца. Патроны тоже нужно держать в сейфе. Иначе нарушение, которое влечет за собой штрафы и временную конфискацию. Это касается и соблюдения сроков, на которые выдана лицензия. Гражданин обязан не менее чем за месяц обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы для продления соответствующего разрешения. В случае нарушения сроков продления разрешения, когда гражданин своевременно не сдал, гражданин применяются уже более жесткие виды административных наказаний, накладываются штрафы, оружие изымается. По закону, чтобы получить разрешение на покупку и хранение оружия, будущему владельцу необходимо получить справку от психиатра и нарколога. Ружье или пистолет обязательно нужно зарегистрировать. В таком случае, как с Евгением, необходимо иметь лицензию на коллекционирование. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Мороз бьет рекорды. На этой неделе синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Самарской области. В поселке Авангард Алексеевского района температура воздуха опустилась до минус 27,6 градусов, а в Кенель-Черкассах еще ниже, до минус 28. Это на 2 градуса ниже рекорда, который был зафиксирован 44 года назад. Декабрь испытывает людей и технику на прочность. К выходным холод немного отступил, пошел снег, однако морозная погода сохраняется. Температура во второй половине декабря ожидается на 7 градусов ниже нормы. Информацию из первых рук узнала Валерия Макарова. Виновник самарских морозов – это воздух из приполярных районов. И такая погода сохранится в ближайшие два дня. В ночь на пятницу местами 28, а в ночь на субботу местами будет достигать 31 градуса. В дневные часы температура минус 14, минус 20 градусов. Но в воскресенье уже наступят некоторые ослабления морозов. Ослабление, впрочем, всего на несколько градусов. Потепление до плюс одного, которое прогнозировали некоторые интернет-сайты, самарские синоптики уверенно опровергают. А вот снегопады вполне возможны. Как только столбик термометра стабильно держится ниже 15, в больницу имени Пирогова начинают поступать пациенты с отморожением. Сейчас таких двое. Однако врачи ждут увеличения их числа. Самый главный враг человека в морозы – это алкоголь и мокрые ноги. Покраснение или уже, как вторая степень, побеление пальцев, допустим, каких-либо других открытых участков тела, онемение, покалывание – все это может говорить о том, что идет отморожение. Что делать? Согревание, но не алкоголем, а согревание – это теплое, сухое, тепло, горячий чай и обращение за медицинской помощью. Морозов бояться не стоит, главное – соблюдать элементарные правила защиты. От холодов вашу кожу защитит специальный зимний крем, а вот одеваться надо, как капуста. И это не бабушкин совет, а рекомендация врачей. Выбирать лучше шерстяную одежду, она лучше согревает, а воздушная прослойка между ними сохранит тепло. Обувь тоже стоит выбирать не узкую, чтобы она не нарушала циркуляцию крови. Ну и, конечно, шапка и варежки. Они оделись, застегнулись и пошли. В сильные морозы врачи советуют гулять на улице не больше 20-25 минут, а для детей это время лучше вообще сократить до 15, и потом скорее домой отогреваться горячим чаем. Валерия Макарова, Григорий Пешаков, События. Аномальных морозов боятся даже елки. При таких низких температурах их нужно перевозить аккуратно, иначе отлетят иголки. Чтобы в дома горожан каждый год приходил праздник, стараются в Самарском лесничестве. Не побоявшись настоящей русской зимы, за елкой в Новый Буян отправилась Мариана Мирная. Здесь, в Новом Буяне, на открытом пространстве, где нет ни высоток, ни заводов, очень холодно, минус 34 градуса, но мы журналисты, люди морозостойкие и бесстрашные, да и уж больно хочется в Новый год поставить на телекомпании настоящую зимнюю красавицу. Выбрать елку нам помог старейший работник лесничества Владимир Павлов. 30 лет он рубит елки и точно знает, какая самая лучшая. Чтобы зеленая, во-первых, была, не желтая. И стараться, чтобы пушистая была. В этом году в Новом Буяне заготовили 6 тысяч деревьев. Чтобы ель дольше простояла, можно поставить рубленое дерево в ведро с песком и поливать. До майских праздников простоит, шутят в лесничестве. Главное – бережное отношение к природе. Каждая выращенная елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, тут труд человека, он не виден. Труд работника, простого работника, начиная от сбора шишек, переработки, посева в питомнике и посадки его в лесокультурную площадь. В детские сады, интернаты и дома престарелых елочки предоставят бесплатно. Браконьерам здесь не рады. Патрули обходят лес круглосуточно по специальным маршрутам. Проводится патрулирование лесного фонда согласно утвержденных маршрутов. За незаконную рубку одной елки административный штраф, согласно статье 8.28, это от 3 до 4 тысяч на гражданина. В Самарской области 16 лесничеств. Так поддерживается нужное для региона количество новогодних деревьев. Чтобы посаженная в питомнике елочка окреплая превратилась в новогоднюю, нужно 5-7 лет. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Тем временем в Самаре уже начали работать первые елочные базары. Купить пушистую красавицу можно во всех районах города. Всего работает 160 точек. Как выбрать правильную елку для праздничного настроения, смотрите в нашем следующем сюжете. Аккуратные стопки елок покрыты сверкающим инием и в мороз совсем не источают хвойные ароматы. Но одним своим видом уже создают новогоднюю атмосферу. Замерзшие пешеходы не ленятся остановиться и заглянуть на елочный базар. Здесь первые партии деревьев. Ближе к Новому году выбор будет еще больше. 500 штук, пока, как бы сказать, для начала. Сейчас не позволяет погода, везти их очень холодно, боимся то, что поломается. Интересуются, покупают. На данный момент мы уже немало продали. По всему городу открыто 160 елочных базаров. Тут же к елке можно купить и аксессуары. Крестовины, подставки и упаковку. Берем елку, вставляем в аппарат. Потом берем за сетку и вытаскиваем. Обрезаем и завязываем. К оформлению елочных базаров особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу хвойных деревьев и официальная вывеска. Все наши точки будут отличаться тем, что у них будет присутствовать вот такое ограждение. Видя уже присутствие такого вот ограждения, можно понять, что эта точка легальная. Работать базары будут до 4 вечера 31 декабря. Стоимость новогоднего дерева от 200 рублей и выше. Выбрать правильную елку – это целая наука. В первую очередь делаем вот так. Берем дерево и стучим его об землю. Смотрим, сколько иголок осыпалось. Если осыпалось совсем чуть-чуть, елка нормальная, свежая. Если осыпалось много, лучше такую не брать. Следующее – отрываем иголочку, разминаем ее в руках. Должен быть запах свежей хвои. И еще один момент, на который обращаю внимание – это срез ствола. Не должно быть ни плесени, ни черных пятен. Если елка соответствует всем этим параметрам, то смело забираем зеленую красавицу домой и радуемся Новому году. Марина Матвеевична, Константин Головин, События. Памятник архитектуры и культурного наследия зданий на Самарской 95, где до революции располагался ресторан «Аквариум», а после старый театр юного зрителя, обретает черты, уже вполне похожие на театр кукол. С 2014 года здесь ведется реконструкция, а также создан пятиэтажный пристрой. В планах Минстроя завершить работы уже в следующем году. Комиссия из Комитета по культуре отправилась на площадку посмотреть, как продвигаются работы. На место отправилась и Мариана Мирная. Новый дом для театра «Кукол». На Самарской 95 реставрационные работы подошли к стадии предчистовой отделки. Уже проведены все инженерные коммуникации, усилены несущие конструкции. С каждым днем пустое здание все больше становится похожим на театр. Мы с нетерпением ждем обретения нового дома, замечательного такого большого праздника и подарка и для коллектива театра «Кукол» и в первую очередь для наших любимых зрителей Самарской области. Бывший ресторан «Аквариум», построенный в 1914 в стиле модерн, сегодня памятник культурного наследия. Общая стоимость проекта и его реставрации чуть более 700 миллионов рублей. Больше половины денег уже пошли в дело. Сейчас финансирование заложено на 2017 и 2018 годы. Работы будут очень активно вестись в 2017 году. И при, скажем так, очень благоприятных условиях мы можем надеяться на то, что уже в 2017 году удастся это здание завершить и, может быть, сдать в эксплуатацию. Материалы для строительства используют самые современные, а противопожарная система уникальна. В подвалах расположатся резервуары с водой для экстренных случаев. При этом первоначальный облик здания начала 20 века будет восстановлен. На фасаде вновь появится редкий барельеф, который многие годы был замазан штукатуркой. Там же очень довольно сложный комплекс сооружений в цокольном подвале в монтажах, где смонтирован индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая. А сейчас ведется разводка и подключение полностью по сетям электроснабжения. И вы сами видите, какой сейчас здесь температурный режим. То есть мы большое дело сделали, да, сюда тепло. После завершения работ в новом доме театра кукол будет целых два зрительных зала. Большой на 250 мест и камерный на 50 зрителей. В пристрое разместятся административные помещения, гримерные и даже выставочный зал. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. И крышу дома не спасает. ЧП в квартире жительницы Самары чуть не стоило ей жизни. В комнате разом рухнул потолок. Женщина и ее сын чудом остались живы и невредимы. В управляющей компании признают, инцидент произошел из-за того, что кровля течет. И ее ремонтом они должны заниматься. Но восстанавливать потолок от чего-то предлагают женщине за свой счет. Как найти юридический выход из коммунального тупика, расскажем в нашем сюжете. Когда твой дом совсем не крепость, спальня Ольги Плакидовой в одно мгновение превратилась в руины. Женщины с сыном находились в комнате, когда услышали странный треск. Сын как скотчет, говорит, мама, быстрее отойди. А я опять не пойму, в чем дело, как отойти, куда? Растерялась. Он меня берет за руку, прям выкидывает в коридор. И здесь вот только он меня отошил. Как ухнет все. Это вот затормозило вот это вот. Эти натяжные потолки, потолок затормозил у меня. Такие глыбы были. Мне бы на смерть убило бы, если бы не сын. Поврежденная электропроводка, безнадежно порванный навесной потолок, за который женщина заплатила всего несколько месяцев назад 8 тысяч рублей и поломанная мебель. Ольга Алексеевна обратилась в управляющую компанию. Приехали рабочие, убрали мусор, восстановили электричество и подтвердили догадки пострадавшей. Штукатурка обвалилась из-за текущей уже несколько лет крыши. Мокрый материал подмерз и рухнул вниз. Средств на доме нет. Все, что могла управляющая компания на сегодняшний день, я им предложил жильцам. Закупить материалы там не так дорого, то есть, скажем так, гипсокартон и так далее, список и так далее. А силами своих рабочих, управляющих компаний, совершенно для них бесплатно, мы выполним работу по ремонту данной квартиры. Но пострадавшая на такие траты не рассчитывала. И действительно, все расходы должна взять на себя управляющая компания. Не только работы по восстановлению, но и покупку всех материалов, подтверждает адвокат Антон Приставко. Она сейчас может даже купить все это, то есть, сходить в магазин, купить все эти материалы, да, и там сделать. Она может даже заказать в какой-то третьей компании, не в эту управляющую, а нанять кого-то. Ну, только главное, чтобы были все подтверждающие документы. И вот всю сумму затрат, которые она понесет на восстановление этого потолка, на восстановление своего дома, эти все затраты в судебном порядке можно взыскать с управляющей компанией. Более того, женщина может рассчитывать на возмещение не только материального, но и морального ущерба, говорит юрист. Главное зафиксировать разрушение, прежде чем начать восстанавливать потолок. В юридической практике Самары немало случаев, когда жители выигрывали подобные процессы. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Крым теперь и у нас. Самарцы начали получать регистрационные номера на машину с кодом 82. Но введение коснулось не только нашего региона. Крымские номера теперь выдают в Ульяновске, Оренбурге, Приморье, а также в Курске и Новосибирске. Что изменится для водителей и вернутся ли привычные коды, узнала Олесь Карецкая. Новая машина, новые номера и регион новый. Житель Самары Олег Андрухов теперь будет ездить на машине с кодом Республики Крым. Вот вы получили номера с 82 регионом. У вас ничего не смешно? Нет, совершенно. Совершенно. Да, Крымский регион, воду ездить, но даже не столь важно. Крымские номера начали выдавать самарским автовладельцам в конце ноября. По городу и области уже ездят полторы тысячи таких машин. Меры вынуждены. В Самаре закончились регистрационные знаки, а поток машин к воротам Рео не истекает и даже наоборот. Число регистрационных действий, связанных с выдачей госномеров в этом году выросло на 10% по аналогии с прошлым годом. На помощь пришел Крым. Номеров с кодом 82 для жителей полуострова оказалось слишком много. И жестяные таблички теперь поехали по всей России. В Самару, Ульяновск, Новосибирск, Курск и другие города. В ГИБДД смену регионального кода на знаках восприняли спокойно, советуют не волноваться и водителям. Никаких изменений в оплате транспортного налога, например, это не влечет. А если действующий номер необходимо заменить или восстановить, это можно сделать без потери родного кода. Номера с кодом 82 будут выдаваться самарцем до марта следующего года. Олеся Корецкая, Константин Головин, События. Молодым дорогу и трамвайные пути профессия водителя электрического транспорта становится все более популярной. В учебном центре ТТУ нет свободных мест. Желающие овладеть ремеслом могут поступить на следующий курс. А первые выпускники центра уже год перевозят пассажиров. За что любят свою работу молодые водители, вы узнаете из нашего сюжета. Как укротить железного коня не понаслышке знает Оксана Авдеева. Большой брутальный трамвай сдается хрупкой девушке в руки и под ее управлением становится ласковым и послушным. Ну, в принципе, трамвай готов к использованию. Можно ехать. Управляет трамваем Оксана Авдеева только год. Она одна из первых выпускников учебного центра ТТУ. Говорит, увидела объявление о наборе и сразу поняла – это судьба. Я как-то всегда мечтала работать на железной дороге, скажем так, а трамвай – она маленькая, но железная дорога. Не разочаровал у вас работу? Ни капельки, даже еще больше, скажем так. Я проникаюсь этой работой все больше и больше. Скучать на работе не приходится, что ни неделя – новый маршрут. Поначалу новичкам дают короткие и не самые сложные маршруты. Затем постепенно пробуют на популярных. Оксана уже предвкушает, как будет ездить на двадцатке. Колеса стучат по рельсам, пассажиры спешат по своим делам, все вокруг живет своей жизнью. Оксане нравится чувствовать себя частью большого города. Город – это большой организм. Дороги – это вены. Общественный транспорт – это кровь, которая, скажем так, перевозит пассажирский поток по, скажем так, как гонит по дорогам. И это ответственная работа, как мы приносим пользу людям, также городу. Все больше молодых водителей выходит на трамвайные и троллейбусные маршруты. За последние два года коллектив ТТУ помолодел, в смысле стажа сотрудников. Учебный центр, который начал работу пару лет назад, выпустил несколько десятков новых специалистов. Лекции и практические занятия проводят сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Делятся опытом с молодыми. Кто, как не они, расскажут обо всех тонкостях водительского мастерства. До пяти минут включительно, да, свыше пяти минут уже будет стоянка, неостановка. Это все должны прекрасно знать, так как будет очень много билетов на эту тему. Очень много жизненных ситуаций на эту тему. Учиться в Самару приезжают из Оренбурга, Казани, Краснодарского края. Иногородним предоставляется общежитие, а всем слушателям стипендии. А при успешно сданных экзаменах гарантировано трудоустройство. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий и до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!